В 11 утра воскресенья свое возложение цветов на Аллее Славы устроили и одесские куликовцы. В там, в ходе праздничных мероприятий, было неспокойно, вспыхнуло несколько потасовок. Как развивались события, знает Александр Тарасенко. На Аллее Славы к 11 утра воскресенья собралось больше сотни так называемых куликовцев. Они собирались возложить цветы к памятнику неизвестному матросу, но уже на входе на аллею их ждали представители патриотических сил, которые заметили у некоторых пришедших георгиевские ленточки. Тут же начались словесные перепалки и попытки их сорвать. Ленточки здесь не будет. Можете проходить. Нет, не будет. Но ленточки здесь не будет. Да, мне мать и говорит. Потому что я воевал в Донбассе. Их придурков. Слушайте, убедите. Уважение ты можешь иметь к человеку, который старше тебя этого первого? В итоге колонну решили оградить живой цепью из бойцов национальной гвардии. В таком виде собравшимся, наконец удалось провести возложение. Пусть он вспомнит девушку простую. Пусть услышит, как она поет. Далее активисты провели свой митинг возле памятника. А представители патриотических организаций продолжили свою охоту на георгиевские ленточки. Из-за этого возле памятника начали вспыхивать одиночные драки. В итоге два человека были задержаны и доставлены в районное отделение полиции. А основная масса куликовцев решила переместиться к Дому профсоюзов для проведения там еще одной акции. По пути между участниками возложения и представителями патриотических сил произошло еще несколько стычек. Два человека пострадали, обоих с места событий забрали кареты скорой помощи. В это же время одесские патриоты объявили о мобилизации на Куликовом поле. Там собрались активисты самообороны и правого сектора, которые в окружении больших сил полиции и бойцов Национальной гвардии провели построение, заявив, что больше не допустят проведения каких-либо акций у Дома профсоюзов. «Наши требования, что больше здесь они не должны собираться. И 2 мая – это наш день победы. И мы здесь будем стоять ищить наших героев». Чтобы избежать возможных стычек, площадь оцепила несколько сотен правоохранителей. А одесские патриоты заявили, что 2 мая они также соберутся на Куликовом поле и не позволят провести здесь какие-либо мероприятия. «Если, скажем так, тут будут проводиться будь-якие пророссийские заходы надалее, то величезные проблемы будут у руководства полиции, у руководства силовых ведомств, которые, соответственно, не реагируют на такую ситуацию в городе». А под конец своей акции патриоты уничтожили все цветы, которые куликовцы принесли до этого к Дому профсоюзов. На этом ситуация в центре Одессы успокоилась, а представители противоборствующих сторон разошлись по домам.